Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну и смотрим, какие новости. Ещё вот со вчерашнего дня у меня висит. Московская мэрия отказалась согласовать муниципальным депутатам акцию в эту субботу. Наверное, будут без согласования, опять будут задерживать. Что-то в этом роде. Они планировали провести шествие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму по бульварам города. Власти мотивировали это тем, что нарушены сроки подачи уведомлений. Однако, сам он отметил, что инициаторы акции могут делать это за 5 дней до самого мероприятия. Ну, значит, будет в субботу битва. Они же всё равно выйдут, а эти их будут молотить. Так, Вашингтон ужесточит правила выдачи грин-карт. Белый дом опубликовал распоряжение, позволяющее американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство иммигрантам, которые полагаются на социальные выплаты от государства. Если вы едете туда не работать, а получать социальные выплаты, вот там вам могут не дать грин-карту. Это имейте в виду. Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области. Вот ведь интересно, США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостно-реактивной двигательной установки, заявил президент США Донор Трамп. Соединённые Штаты многое узнали, это вот его уже слова, многое узнали в связи с неудачей, приведшей к взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall, но это у них называется, вот эта ракета Skyfall, заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо, написал он в своём твиттере. Вот такие дела. В американской разведке подозревают, что недалеко от Ниноксы взорвался прототип крылатой ракеты-буревестник, которую НАТО называет Skyfall. Ну и так далее. Но посмотрим, что будет из этого дальше. Да ничего не будет. Всё уже, это уже закончилось. Дживен Ши и Коуч вслед за Версачи извинились перед китайскими покупателями за футболки с картой КНР. В общем, там Гонконг и Тайвань отмечены как независимые территории. И вот они, в общем, партию сняли с продажи. Надо же. Кто же так нарисовал-то? Ага. В Преамуре нам памятники Великой Отечественной войны изобразили солдат НАТО. Ну, винтовки М-16. Кто-то распознал. Вот ведь интересно, какие люди стали. Всё знают. По мушке. Там мушка другая. Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России до четырёх дней. Да вообще, однодневно, остальное бухать. Остальные все шесть дней. Я предлагаю так. Кто за? Вот так. Ладно. В школах Иринойса... О, это на штат Иринойс вводится обязательно обучение истории ЛГБТК. А кто такие ЛГБТК? Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры. Вот про квиров я не знал, почитал. Но это то же самое. На занятиях школьники будут изучать вклад представителей сексуальных меньшинств в развитие США в целом, в Иринойсе в частности. Соавтор новой нормы, сенатор Хезер Стэнс, назвал её одним из лучших способов преодоления нетерпимости. Мало того, закон требует, чтобы учащимся всех общеобразовательных школ Иринойса давали знания об этнических меньшинствах США от афро- и латиноамериканцев до итальянцев и поляков, сообщает Хаффингтон-Пост. Да ну правильно, о чём? Ну раз оно есть, значит надо изучать. Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться. Ну ребята, скоро осень, за окнами август. А зимой вообще ничего не будет гореть. Я вам точно говорю, да. И будет вот в Сибири два времени года, пожар и зима. Ну. Так, телефонный, новый это. Новый способ, как обманывают клиентов банка. Звонят, представляются, бла-бла-бла, сообщают о попытке вывести средств со счёта. Ну а ты ему всё раскрываешься, ах-ах-ах, и он угоняет твои деньги. Вот так вот. Не звонят они никогда, ребят. Ну как вы не можете понять, а? Никогда не звонят они. Не звонят. Вообще. От слова совсем. Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем. О, как. Два килограмма в обуви. Она вела себя подозрительно и нервничала. При личном таможенном досмотре, туристка добровольно выдала 10 слитков из жёлтого металла общим весом 1870,20 грамма. Слитки были спрятаны в кроссовках под стельками. Вот так. Как же находил-то, бедняга? 20 лет Путина, 20 лет отката назад. Статья Дмитрия Быкова. Ну это да. Так оно и есть. Плохо, что страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад. Что вместо реставрации плохого СССР, она во многом реставрировала ещё досоветский монархизм, досоветский национализм, государственную религиозность. Ой-ой-ой, правильно. Ну и репрессии, попрание Конституции, ликвидации суда. Да, суда нету в России. Всё. Всевластия, карательных органов и так далее. Да. Это ужасно, ребята. Это очень плохо. 20 лет. В Архангельской области в день взрыва на полигоне уровень радиации был превышен в 16 раз, ребята. Вот так. 16 раз. Скачок радиации. А поковыряться, наверное, уже и в 100 раз. Мужчина с ножом напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади. Ну, вроде, ну, конечно, плохо это дело. Но вот мне как-то резонуло, что на Красной площади действующий собор, да. Ой-ой-ой, вообще мрак. Вон религия, да. Везде. Во всех дырках уже. Бегство. Ну, это опять канал, телеграм-канал Серпом По. Ну, что Путин смотался, да. Почему он уехал к ночным волкам, одетым в стиле гей-моды 70-х годов? Ой-ой, действительно. Вот съездил бы в Сибирь на тушение лесных пожаров или в Архангельскую область, вот со взрывом и так далее. Ну, я вот посмотрел, да, вот стоят. Ну, этот, как его, Залдостанов, он, да, он один. А вокруг, ну, явно морды у них чекистские вот стоят. Ну, не будет он с нормальными этими. Переодетые чекисты все. Господи, как это вот тошно, противно. Это всё видно. Опельного певца Пласида Доминго обвинили в сексуальных домогательствах. Надо же. 30 лет назад он кому-то задрал юбку, да. Не знаю, докажет, не докажет. Ему сейчас 78. Вот. Но 30 лет назад, ох-ох-ох-ох, ну, это было 30 лет назад. Вот были раки тогда, 30 лет назад, да. А сейчас не то. Четырёхлетний миллионер, внук члена ЦИКа Эбзеева. Ну, это вообще-то центральная избирательная комиссия, вот Эбзеев. Мрак раскопал, Навальный раскопал, да. Четырёхлетний внук у него, то есть он сейчас тоже старше, в четыре года он купил квартиру 274 квадратных метр в районе Остоженки в элитном клубном доме «Золотая миля». Ему было четыре года. Да, вот он записан владельцем, он её купил. Рыночная стоимость такой квартиры – 500 миллионов рублей. Где он деньги взял? А, тут вообще, тут вообще крышенсносящие. Короче, он, оказывается, на момент покупки был заместителем директора Пенсионного фонда России. Вы можете себе представить? Вот в четыре года, да, 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 да. Я ничего не придумываю. Тут не придумаешь. Для России это не придумаешь ничего. Это нужно вот брать факты и всё. Да, 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 да. И участок он купил дальше, ну и всё такое прочее. И председатель правления и так далее. Мрак. А, всё у меня. Ну, теперь Елена Барабаш со своей песней называется «Квази богатые на гнёздах». Я с вами прощаюсь. Пока. Всего хорошего. С вами доктор Иван. Только и речь, что нельзя Складывать яйца в корзину одну И квази богатых стезя Своими корзинами гробить страну Их попы в куриных перьях Садятся на гнездо Вся голова в идеях Но думает не тот Не видят того, что страна Должна быть корзиной огромной одной В ней яйца должны быть согреты сполна С заботой, уютом, любви и теплотой Их попы в куриных перьях Не знают, куда сесть В безудержных затеях Во все корзины влезть Яйца кратут у других Тихонько суя их в плетёнки своих Тусуя их среди своих Соломкой перекрывая слои Их попы в куриных перьях Не могут всё согреть Могли бы в личных целях Не столько упереть Яйца в корзины сложить Стало для них всех игрой А то, что другим сложно жить Это не к мозговой геморрой Их попы в куриных перьях Забыли, что гнездо Должно быть, как в поверьях Прогрето от и до Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова